Оставь свои заботы, падения и взлёты. Перестань о себе думать. Пойми, что эта жизнь не детская игра. Это дети всё время про себя думают и плачут, пищат, требуют всё в себе чего-то. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает, что ты наполняешься сначала от Бога. Стань наполненным, не жди счастья от людей. Наполнись от Бога, с утра встань, слушай звук святого человека, голос. Помни об алтаре, кланься ему, вспомни о святых местах. Через память контакт с Богом происходит. Будешь просто сидеть, хлопать ушами, ничего не получится. Нужно вспоминать через память. То есть слушай голос, вспоминай святое место, кланяйся, сосредоточься. Включай ключи свечки, свечки, огонь, свечи помогают сосредоточиться. Включи молитву, потому что сам по себе без кого-то ты будешь находиться в пространстве своего, своей инертности, своего, вот это вот, тугого, тугой памяти о себе. Будут лезть какие-то события в твое сердце. Ты не будешь, не сможешь сосредоточиться на Боге. Включи голос святого человека, окружи себя святыми иконами, изображениями, в своей вере, в своей традиции. Если нет своей веры, тогда все ставь еще лучше, тогда все ставь, что хочешь. Все вместе, всему всей святости служи сразу, какая только есть на этой земле. Ничего не бойся, не стесняйся. Никого ты не предаешь в это время, никто тебя не расстреляет. Люби Бога, как тебе нравится. И когда человек так начинает жить, то он наполняется солнцем. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. За солнцем означает за Богом. Вставай с утра, куда тебе идти? Вот солнце на алтаре, перед тобой икона, вот перед тобой голос святого человека. Включай, настраивайся, не оставайся наедине с собой, молись. Это путь добра. Да, брат, ты становишься счастливым, радостным. Всем желаю счастья, я желаю всем счастья. Яна, когда я выходил вчера с лекцией, она танцевала, руки кверху, плылигала и говорила, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это дорога добра. Хоть этот путь неведом. Если вы на остановку выйдете, так будете себя вести, вас могут забрать психушкой. Никто не понимает, зачем так кричать, счастье. Если матерится человек, допустим, ругается, недовольный, это понятно. А я желаю всем счастья, это непонятно. А все, что он такое кричит? Может он больной? Надо знать, что счастье есть. Когда человек в депрессии находится, в стрессе, он не знает, что счастье есть. Он постоянно думает о своей проблеме, он от него не может отвлечься 24 часа в сутки. Постоянно, что же мне делать с этим, что же мне делать с этим, что мне делать с этим. Не надо об этом думать. Ты захлебываешься, истощаешься и погибаешь. Ничего с этим делать не надо, это просто механика судьбы. Энергия времени испытывает тебя. Отвлекись от этого, думай, от Бога молись. И постепенно произойдут три вещи. Первая вещь, ты почувствуешь, что все будет хорошо, несмотря на то, что все плохо. Ты наполняешься энергией Бога, и страдания проходят. Страдания — это нехватка энергии Бога. Когда сердце сухо внутри, когда там жар судьбы действует, там пустыня судьбы, человек ожарит это все, понимаете? Ему нужна влага Бога. Он слушает просто голос святого человека, молится, или смотрит на икону, любит ее, думает о святости, и у него в сердце становится спокойнее, спокойнее, спокойнее. Первая стадия. Несмотря на то, что события есть, тебя бросают, тебя не любят, события есть. Вот здесь сердце, все будет хорошо. Первая стадия. Вторая стадия. Я продолжаю молитву. В сердце появляется знание четко, что делать. Знание приходит после спокойствия. Разум приходит в сердце, в знание в человеках сердце всегда после спокойствия. Если вы беспокоитесь, вы ничего не узнаете, что делать. Если вы нервничаете, суетитесь, обижаетесь, гневаетесь, беспокоитесь, вы не узнаете, что делать. Что делать можно узнать, только в спокойном состоянии, что все будет хорошо. Вот здесь чувство победы получили, за ним идет знание дальше, за чувством победы. А до этого момента тоже идёт знание. «Ой, мне может это сделать, может это сделать, может то сделать, может то сделать, и то, и то». У нас знаний очень много идёт. Но нет никакой веры в то, что вы чувствуете, потому что разум в это время не действует. В это время действует судьба, причём не добрая судьба, а злая. Поэтому единственное, что нужно делать человеку в это время, это просто ждать, когда в сердце наступит спокойствие. Нужно думать о Боге, слушать голос того, кто молится, и молиться вместе с ним. Слушать и молиться вместе с ним. Все, приходит время, и та боль, которая была основой моей жизни, она вытесняется, и в сердце появляется спокойствие, сила. Это называется вера. Жить с верой. Человек чувствует, что получше стало, дальше молюсь. Ничего не знаю, что делать, все плохо. Дальше молюсь. После спокойствия постепенно трезвеет сознание, оно трезвеет, трезвеет, трезвеет. И ты начинаешь чувствовать, как жить дальше, у тебя картинка встает. Все. Так человек должен жить. Или спокойствие появилось, и тебе дает сознание, иди к старшему, он тебе все скажет, как надо делать. Все делай так, как он тебе скажет. Пошел к старшему. Руководство к действию уже. Или открой священное писание. Открой просто и читай. Увидишь, что делать. Открывает и видит, что делать. У всех по-разному это работает, но идея такая. Когда человек получает спокойствие, знания следуют за этим. Всегда. Что делать? Люди в основном не хотят понимать, что делать. Они хотят просто мучиться. Вот я буду мучиться, пока судьба сама мне не подарит счастья. Все. Замечательная позиция. Но судьба как раз и хочет тебя мучить дальше, пока ты не начнешь молиться. И в это стресс означает, что судьба не будет уступать. Нет, я буду дальше ждать. Хорошо, жди хоть всю жизнь. Судьба в этот раз уступать тебе не будет, как раньше, потому что ты в стрессе. Стресс означает, или ты поверишь в Бога, или помрешь. Одно из двух. Никаких уступок в этой ситуации не будет. Уступки все закончились. Все. Это самый главный, самый тяжелый период в твоей жизни. И сегодня, и сейчас ты сдаешь экзамены в своей жизни. Ради чего ты родился, то сейчас и происходит. Ты должен научиться верить. Должен стать сильнее себя. Ты должен стать проводником чистоты, а не опираться на себя. Ты должен стать силой, а не слабостью. Ты должен стать радостью, а не печалью. Ты должен стать прощением, а не обидой. И так далее. Поменяй себя с помощью света. Это и будет твоя, самый главный опыт в твоей жизни. И то, что тебе казалось неосуществимо, осуществится. Это называется чудо. Некоторые люди думают, чудо это значит по воде ходить там, что-то материализоваться должно. Там раз, ручку положил, все ожило. Нет, чудо в вашей жизни должно произойти. Чудо это то, что с вами произойдет. Вот конкретно с вами. Вот не должно было это произойти раз, и это происходит. Вы видите своими глазами. Вот это чудо, которое получается в результате молитвы. Обязательно, обязательно. Но иногда не то, что хочешь. Я, например, попал, когда в стресс. Мне было тяжело. Я уже тогда молился тоже, но как-то вот так прям прозевал, что человек стал выше, чем Бог для меня. И в результате получил отчаяние, разочарование. Молился, молился, молился. Ничего не возвращается. Я думал, ну если я молюсь, все вернется назад. И я так старался изо всей силы. Целыми днями еще хуже становится. Чем больше молюсь, тем хуже и хуже ситуация. Все безнадега полная. С точки зрения ситуации. С точки зрения сердца, оно спокойное, сильное. Но ситуация все хуже и хуже. Я думаю, что-то тут не то. Я пришел к алтарю тогда. Прошло уже больше года. Я смотрю на алтарь. Думаю, это ты все устроил? К Господу обращаюсь. Такая сладкая улыбка. Конечно, я. Ну то есть он не сказал, но я почувствовал сердце. Мне так хорошо стало. Я так подумал. Ну если это ты все сделай. Чего хочешь дальше со мной, то и делай. Я на все согласен. Мне так хорошо стало. Все прошло. Стресс закончился. Иногда мы хотим одного, а получаем другое. Гораздо лучше. Мы хотим одно, чтобы получилось, а получается еще лучше. Иногда. Мы хотим одного человека себе, а Бог нам запланировал уже лучше человека. Зачем нам хуже будет давать? Допустим, ребенок говорит, папа, я хочу леденец, папа, я хочу леденец. А папа ему уже запланировал гораздо более вкусную конфетку. Он говорит, леденца не получишь. И он бьется головой об стену, ему раз, конфетка такая сладкая, вкусная. Гораздо лучше, чем леденец. И он говорит, папа, какой мудрый. Мне дал еще лучше. Бог всегда планирует для нас самое лучшее. Гораздо лучше, чем мы себе хотим. Мы не знаем об этом. Мы упрямые, мы хотим то, что хотим. Мы не верим, что бывает лучше. Поехали. Продолжение следует...